В Берлине завершился чемпионат Европы по плаванию. В смешанной эстафете принимала участие и наша спортсменка Виталина Симонова. Впрочем, сибирячкой она стала не так давно. Шесть лет назад переехала из города Орск, что в Амурской области. Приехала специально к тренеру Александру Ильину. Занимается плаванием с шести лет, в основном плавает брасом, но сейчас вовсю тренируется и в других стилях. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях бронзовый призер чемпионата Европы по плаванию Виталина Симонова. Здравствуйте! В Берлине прошел чемпионат. Поздравляем вас с бронзой и выступали в эстафете. Вот как мы тут немножко выяснили до эфира, очень много нюансов в эстафете. Расскажите, пожалуйста, из чего складывается вот эта самая эстафетная дистанция? Именно, в которой мы участвовали, это был микс. Два мальчика, два девочки было и абсолютно не знаешь. То есть у нас, например, до нашей вечерней группы эстафеты был совсем другой состав, и я не входила в этот состав. А потом, когда проплыли наши утром, то есть там кто хуже, то лучше, и потом уже после утренней программы мы решили, то есть не мы, а тренеры старшие решили именно вот так поставить эстафету. То есть мы, да, там можно полностью менять, именно утренний состав можно полностью поменять на вечерний, то есть совсем другие люди могут плыть. И получается, ты не знаешь, с кем выйдешь на дорожку, с мужчиной или с женщиной поплывешь. И вот как вы говорили, вам довелось среди шести, да, мужчин плыть? Да, со мной плыло шесть мужчин, и одна девочка плыла в раз, но они стали восьмые в итоге, а мы стали третьи. Ну, это все-таки мужчины, мне кажется, у них скорость-то выше, да, плавание, и вот тут девушка выходит. Вот это сложнее, да, что ты знаешь, что соперники вроде как мужчины, такие сильные. А я не знала, мне тоже, когда спрашивали, ну, я видела, да, что плыл, что уходит от меня какой-то спортсмен, уходит браться. Или, может, она подстегивает. Ну, да, потому что борьба, ты будешь на тренировках, во-первых, бороться, соперники тоже, конкуренция, и ты хочешь догнать в любом случае, хочешь достать этого спортсмена. Вот все-таки, вот смотрите, эстафета-микс, да, когда угодно поставишь мужчину, когда угодно женщину, да, зависит ли от этого еще тоже победа, суметь правильно расстрелить или нет. Бывает такое, что, ну, чаще всего у нас даже, если просто эстафета-микс, то ставят сильнейших именно первыми этапами, то есть как бы, грубо говоря, по убывающим, получается, чтобы, потому что уйти сначала и удержать, ну, попроще, чем гонять, даже чисто психологически в этом смысле, получается. И вот я думаю, что многие поставили именно с этой, с точки зрения, шесть мужчин, плыли почти первый этап, тоже почти плыли все мужчины, то есть там, наверное, тоже пару девочек плыло, и в раз тоже плыли почти все мужчины, а потом уже плыли девочки. Скажите, вот третье место, да, для классического плавания, на самом деле, это очень почетно, потому что огромная конкуренция. Но все-таки, как считаете, почему не серебро и не золото, вот в чем проиграли? Ах, даже не знаю. Скорость или вот в расстановке? Не в расстановке, да, конечно, пропыли все получше, или близко к своим результатам, ну, да, улучшили я улучшил, Владимир Морозов улучшил, Вероник Попова получше, Варпова и Вячеслав Прудников, все мы пропыли, но еще, видимо, не совсем тот уровень. То есть мы многие участвовали на чемпионате Европы первый раз, да, то есть я лично тоже участвую первый раз на чемпионате Европы. А отличается чем-то или нет атмосфера, сама вот этот накал страстей, может быть, давит то, что ответственность больше или как? От чемпионата России, да, потому что совсем другие люди, ну, тебя надеются, во-первых, твоя страна, кто за тобой стоит, кто тебе помогал, даже очень большая ответственность стоит, что ты защищаешь свою страну, да, а на чемпионате России защищаешь, ну, область свою, юг, свой город. Вот очень интересный тоже такой момент, довольно-таки часто к нам в студию приходят чемпионы по плаванию и в ластах, и без ласт, да, и мы их всегда спрашиваем, а в свободное время любите плавать или нет, просто так там на море и так далее. И они говорят, да нет, надоедает вот за время, так скажем, спортивной карьеры. Что касается вас? Во-первых, сейчас очень мало времени вообще на именно передых, то есть сейчас у меня закончились соревнования, то есть у меня где-то четвертый-пятый день идет психологические восстановления, то есть пока воду не сильно тянет. Даже не хочется, да. Да, пока не сильно тянет, но уже настроена тренироваться, то есть жизнь не заканчивается на чемпионате Европы, у нас впереди олимпийские игры и подготовка вот этого сезона, год будет чемпионатом мира в Казани. Что же, очень интересно, наверняка у каждого спортсмена есть какие-то свои секреты победы. Вот попытаемся узнать ваш сразу после новостей. Прервемся ненадолго. Студия «Оранжевое утро» Виталина Симонова. В составе российской сборной она завоевала бронзу на чемпионате Европы по плаванию. Выступала в эстафете. В 2011 году Виталина завоевала золото на чемпионате России на дистанции 200 метров. Практически все время занимают тренировки, признается наша гостья, но когда свободная минутка все же есть, она не прочь повышевать или почитать книгу, желательно историческую. О том, как становятся чемпионами, узнаете из интервью. А мы продолжаем нашу беседу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях бронзовый призер чемпионата Европы по плаванию Виталина Симонова. Виталина, ну вот очень интересно узнать еще немножко о закулисной жизни. В общем-то, сами соревнования мы видим по телевизору, да, можем за ними как-то следить, наблюдать. Что касается закулиси, вот чем тебя поразила такая внутренняя жизнь, так скажем, чемпионата Европы? Было все в Берлине. Было, да, в Берлине. Атмосфера, ну, скажу, что дружеская, так сказать. То есть все равно спортсмены, все между собой, мы стараемся, да, общаемся. А секреты у друга какие-то разведать нет? Кто там каким плывет и так далее? Нет, у меня лично этого нет, потому что все люди разные. Кто-то кому-то может по этому подходит, кому-то не подходит. И я стараюсь делать то, что, ну, то есть своим путем, так сказать, идти. Ну, мы спортсмены все, иностранцы, в принципе, все равно друга поддерживаем. Даже когда я проплыла свои 200 метров, девочка испанка мне такая, good job. Попалила. Да, так. Ну, то есть как бы все равно, хоть и мы, потому что мы стоим на тумбочку, мы все соперники как бы за пределами бассейна, мы все общаемся, то есть стараемся. Потому что, ну, так сказать, мы войны только на дорожке. А так, ну, конечно, да. Но друзей удалось найти, может быть, из других стран? Ну, другими странами как нет, то есть, во-первых, не бывает времени. Именно вот, потому что каждый день, утро, вечером плывут соревнования. То есть разминаешься, стартуешься, закупываешься, то есть именно в это время нет. Ну, вот что касается, опять-таки, свободного времени, все это понятно, там, и тренировки, и эстафета одна за другой. Нашлось ли время город посмотреть или вот 6 подъемов, 9 отбой? Да, у меня было 7 дней соревнований, в первый день у меня не было стартов, и мы с тренером пошли гулять по Берлин. Мы сели на автобус, который такой, с наушником по-русски, то есть ты ездишь 2 часа, круг, ты с твоим тщательностью основные посмотрел, центры, 2 часа, то есть смотришь. Ну, немножко удалось. А вот что касается, так скажем, индустрии, связанной со спортом, вот именно в Берлине, может быть, что-то поразило, там, какие-то новинки в бассейнах или еще что-то? Как там? Ну, новинка была в том, что у нас были тумбочки очень скользкие, мы все просто парализились, потому что... Вот как раз в которых прыгать, стартуешь? Да, именно вот с них они были очень, ну, скользкие, все выходили, ну, лично я выходила с полотенцем, да, протирала, потому что, не дай бог, ты соскользнешь, это все, ты проиграл, уже, можно сказать, ну, проиграл психологически, во-первых, тяжело, то есть все... Еще и травма получилась. Да, не дай бог, это вообще случится. А как ни странно, у синхрониста, которым тумбочки совсем не нужны, были хорошие тумбочки. Есть такое понятие, как секрет победы. Вот расскажи о своем секрете победы. Есть он у тебя или нет? Может, как-то настроиться, а может, талисман какой-нибудь просто с собой постоянно возишь? Нет, такого нет, талисмана нет, и совершенно не, как суеверное сказать, потому что очень тяжело, так сказать, я думаю, что что-то не сделал, ритуал какой-то не сделал, не получилось, ну, чисто что-то, и все. То есть психологически я там не проплыву, не пробегу, не получится ничего, такого не должно быть. То есть и секрет-то в том, что нужно просто на тренировках, самое главное, нужно на тренировках тренироваться, так сказать, отрабатывать. То есть мы вот сейчас с тренером на это нарабатываем и на вот, так сказать, те шаги, например, ну, как если лично меня брать брасом, то есть это очень важно. А вот ты сама выбрала или нет, что буду брасом плавать? Так получилось уже очень давно, я вообще начинала с 1500 метров, как Сальников, начинала 1500, то есть выполнила мастера. Ну, один раз на зональном чемпионате проплыла 50 брас, выполнила мастера тоже и решила, что буду плавать. Ну, как бы я совмещала и кроль, и брас, но потом кроль немного начала отставать, и брасом стало получаться лучше, ну, и так вот получилось. Но все равно сейчас параллельно тренирую кролями, комплексом, то есть не хочу останавливаться на одном брасе, хочу как бы ни одну дисциплину именно плавать. И вот такой очень короткий ответ жду на очень короткий вопрос. Если вдруг там какие-то неприятности и так далее, ну, перестал верить в себя, как собраться быстро? Ну, самому, конечно, это тяжело, если вот все-таки есть близкий тренер. Вот лично мне, когда у меня тоже был спад, ну, четырехлетний, очень сильно помог мне тренер мой. В общем, опирайтесь на друзей, которые рядом. И, да, как бы многие, ну, не у друзей, то есть друзья все равно могут завидовать, а вот именно родители искренне в тебя верят. В любом случае, каким-то небу хорошо или плохо, они всегда поддерживают. Срава ты лучшая для них. Спасибо большое, Виталина. Пожелаем удачи на чемпионате мира, и, конечно, очень хочется увидеть тебя на Олимпиаде. Поэтому тоже успехов. Спасибо большое. Я напомню нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях была бронзовая призер чемпионата Европы по плаванию Виталина Симонова. Спасибо, удачи. Спасибо. Спасибо.